Привет, друзья! Я Алекс, а это лаборатория настольных игр профессора Фикуса. Во-первых, поздравляю еще раз всех с праздниками, наступившими, прошедшими и наступающими. Истренне желаю всем удачи, счастья, радости, исполнения желаний и чтобы все-все-все получалось в новом году. На самом деле, тем, которые хотелось бы обсудить, очень много, однако с чего-то надо же начинать. И первая же тема, которая сегодня будет рассмотрена, это ответ на достаточно часто задаваемый вопрос, который звучит примерно так. Существуют ли какие-то специфические особенности у различных фракций во вселенной Бэтлтех? Обычно этот вопрос я слышу от новичков, и как правило от тех новичков, которые пришли в Бэтлтех из вселенных Вархаммер и Ижи с ними. Да-да, это те самые вселенные, где, скажем, у каких-нибудь космодесантников имперских кулаков есть возможность два раза пострелять из болтеров, где различные пауки имперской гвардии имеют различные бонусы, а те же, скажем, темные эльдары имеют спецправила формата «Сила от боли». И почему-то эти самые новички очень огорчаются, когда узнают, что подобных спецправил во вселенной Бэтлтех просто нет. Нет, конечно же, это очень важный вопрос, потому что каждый стремится выбрать армию, соответствующую его игровому стилю. Или же он хочет армию помощнее, или, скажем, армию, которая оперирует только от тяжелого оружия и тяжелой брони, ну и так далее. Разумеется, никто не хочет проидровать, и это понятно и похвально. Однако все-таки с Бэтлтех имеет смысл вернуться к истокам, а именно выбору исходя из личных пристрастий и, к примеру, цветовых схем, а не каких-то условных павер или не павер, нагибает или не нагибает. Вообще, я считаю концепцию павер-идры, скажем так, ущербной. Однако каждому свое, и кто как хочет, тот так и танцует. И тем и привлекателен Бэтлтех, что в нем нету вот этих строго фиксированных правил, сковывающих одну армию на мета-уровне. Конечно же, я аплодирую компаниям, способным делать мету не только интересной, но и разнообразной. Но на примере того же Вархаммера мы все знаем, к чему это приводит. Либо Games Workshop изначально делает армию очень сильной, чтобы она хорошо продавалась, а потом ее жестоко нерфит. Либо некоторые фракции годами ждут своих кодексов. Зато в БТ этого всего нет, и вы можете играть кем хотите, как хотите и когда хотите. И вас никто ни в чем не ограничивает. На самом деле, в Бэтлтех огромное количество фракций. Это и великие дома, и наемники, и кланы, и всевозможные Комстар, Слово Блейка, и какие-то там пограничные государства. Каждый найдет себе фракцию, которая будет ему по душе. Каждой из этих фракций присобачено просто огромное количество историй. Вы же понимаете, в Бэтлтех существует уже несколько десятилетий. И за это время количество лора выросло просто до каких-то невероятных масштабов. Огромное количество книг правил, каких-то буклетов, романов, рассказов, комиксов, компьютерных игр. И это все равно лишь малая попытка объять необъятное. Так вот, все эти особенности носят сугубо декоративный характер и на игру никак не распространяются. Конечно, есть, условно говоря, различные временные периоды. И странно было бы, если бы, скажем, мехи времен Джихада оказались во вселенной 3025 года и времен Войн за наследие. Но это, скорее, пример глобальных ограничений, а не неких, скажем, фракционно-технических рамок. Второе, что мне пришло на ум, когда я размышлял над этим вопросом, это, конечно же, кланы. Я сейчас говорю об их уникальной системе Кодекса Чести и о Дуэли Чести, так называемом Зелбригене. Черт, я сумел это выговорить. Вообще, эти клановские термины это что-то с чем-то. Все эти Зелбригены, Батчауы, Дезгары, Саламы и так далее, ну, просто башню сносят. Лично для меня кланы это наглядный пример того, как можно было подойти с душой и творчеством ко вселенной Бэтлтех. И для меня по-прежнему очень-очень обидно, что в конце концов они выставили кланы просто какими-то кровожадными идиотами и дикарями, несмотря на то, что их жизнь куда более упорядочена и осмысленна, чем бытие, скажем, среднестатистического сфероида. Но поскольку фаза ассоциировала себя со внутренней сферой, то логично, что и победили, конечно же, сфероиды во главе с Мэри Сью по имени Виктор Девион. Кхм, что-то я отвлекся. Так вот, Кодекс Чести это и есть то самое фракционное правило, которое многие хотели бы увидеть в Бэтлтех. Оно, а также правила, специфические и соответствующие каждому отдельному клану. А потом фаза продалась вискидс, потом там была интрига стопс, потом пришли темные века, нужно было по-быстрому все сворачивать, и в новой редакции все эти спецправила канули в лету. Точнее, они остались, но остались в усеченном и опциональном варианте. Если вы помните, то в предыдущих роликах я рассказывал о модульности Бэтлтех. Так вот, это самое оно и есть. Если ваш оппонент согласен, если эти правила вписываются в компанию, если все остальные тоже этого хотят, то эти правила можно использовать. Ну а если нет, то, увы и ах. Так вот, такой петрушки с внутренней сферой просто нет. Условно говоря, есть некие книги, которые говорят, что, к примеру, дом Девионов очень любит автопушки, в то время как, предположим, капелланцы любят сбалансированных мехов. Ну а штайнеры это вообще мем всего интернета. Но опять же, эти правила носят сугубо опциональный характер. И вы сами вольны решать, брать вам, скажем, легких мехов в лэнсштайнеров или нет. Но давайте вспомним. Бэтлтех это игра про фан и сюжет. Поэтому лично мне всегда приятно, когда я вижу именно тематичных мехов в расписках оппонентов, а не набранных по принципу, ну вот этот вот клевый мех, его-то я и возьму. Хотя и в этом тоже ничего плохого нет. Играйте тем, что вам нравится. В этом и прелесть Бэтлтех. Еще существует правило по созданию ростеров, условно говоря, для кампаний. Когда вы просто накидываете случайных мехов, ну естественно, исходя из ряда правил и ограничений, и начинаете с ними изо всех сил приключаться и выживать. И вот тут да, фракционно-специфические какие-то правила всплывают, но все, что они делают, это ограничивают вас определенными моделями мехов. И все. В новом кикстартере, который планируется к выпуску примерно в 2021 году, нам обещают выдать карточки пилотов, которые, скажем так, модифицируют меха и его способности. Возможно, если каталисты решат идти по этому пути, то мы получим каких-то фракционных пилотов с их особенностями и заморочками. Но пока их численность крайне мала, и речь идет о легендах типа Наташи Керенской, Грэйсна Карлайла и так далее. Поэтому, если они даже и пойдут по этому вот пути, то это займет еще много-много лет. Да и вообще, концепция того, что вот этот дом и его пилоты получают плюс один на стрельбу из больших лазеров, потому что они здоровые, а этот получает плюс один на пилотирование, потому что они пилот от бога, честно говоря, звучит, ну, не очень аутентично, что ли. И вот здесь я, пожалуй, сведу монолог к диалогу. А именно, попрошу вас поделиться вашими размышлениями в комментах. Имеет ли вообще смысл делать фракционные особенности в BattleTech? Если нет, то почему? А если да, то какими вы их видите? И какими бы вы хотели их видеть? И вот этим вот вопросом я завершу сегодняшнее видео. Спасибо всем, кто меня слушал. Надеюсь, вам было интересно. Если вам понравилось, не поскупитесь поставить лайк. А если вы не подписались, то подписаться на мой канал. Отдельное спасибо тем, кто решил выразить свою поддержку в финансовой форме. Ребята, без вас этого ничего не получилось бы. И вы сможете увидеть новые обзоры, новых мехов, новый террейн. И все это будет благодаря именно вам. Спасибо, что вы понимаете, что этот канал держится на чистом энтузиазме. И любая поддержка, ну, просто бесценна. И вообще, спасибо всем, кто поддерживает наше хобби на плаву. К сожалению, если не мы с вами, то что еще? Ну, а пока от винта, друзья. До новых встреч.